В Москве проходит очередное заседание армяно-российской межгосударственной комиссии, в ходе которой обсуждается передача и использование армянских земель для размещения российской военной базы в Армении. Армянские СМИ увязывают нынешние обсуждения с необходимостью усиления Сюникской области Армении силами 102-й российской базы. Напомним, что именно через эту территорию пройдет Зангизурский коридор, безопасность которого будут обеспечивать российские военные. Ранее в этом году премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказывал о расширении российских военных баз в Армении. Речь шла о создании в Сюникской области опорных пунктов российской военной базы. По словам же секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна, пограничные войска России будут стоять на границе. Затем будет демаркация и делимитация, после чего уже пограничные войска Армении и Азербайджана будут стоять на границе. Если нам не хватит собственных сил, российские войска будут стоять на этих местах. Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета офицеров России Александр Перенджиев в беседе с Калиберас заявил, что сейчас все происходит так, как говорится в пословице «собака лает, а караван идет». Несмотря на противодействие различных деструктивных сил, появление коридора в Нахчеван неизбежно. И это в интересах всех стран Южного Кавказа, Турции, Ирана, и, конечно, самой России. Речь идет не об одном конкретном коридоре. Развивается проект Север-Юг, в котором участвуют Россия, Азербайджан и Иран. Появление других транспортных коммуникаций только укрепит Север-Юг, повысит его эффективность, подчеркнул Александр Перенджиев. А для чего нужно передавать земли российским военным для создания в Зангизуре, как говорит сам Никол Пашинян, опорных пунктов российской военной базы. Речь, судя по всему, идет не о передаче земли в вечное пользование, а о долгосрочной аренде. Россия должна иметь право хозяина на этих территориях, чтобы не просить Армению ни о чем. Это поможет лучшей координации действий и обеспечению деятельности этого коридора. И никакого захвата земель не случится. Россия будет действовать в интересах всех сторон, и Азербайджана, и Турции, и Армении, и других государств. Станет своего рода регулировщиком. Уверен, что будут подписаны новые соглашения по использованию коридора. Процесс идет. Надо стараться уходить от негатива, черного фона, который создают недоброжелатели, недобрые языки. Необходимо учитывать, что все страны региона идут на компромиссы. Открытие коммуникаций принесет экономическое развитие и благоденствие. Вы сказали про недобрые языки. На днях один из армянских политиков, представитель Ливаншинского национального демократического полюса Армении Ара Папян, заявил, что против Армении во время войны в Карабахе осенью прошлого года воевала и Россия. То есть мало им было турок, маджахедов, пакистанцев, инопланетян, а теперь еще и Россия. Это даже не бред, это проявление дебильности. Но такое заявление рассчитано на то, что какая-то часть общества воспримет эту информацию. Это как посадить зернышко, которое может взрасти. И конечно, за такого рода высказываниями чаще всего стоит Запад. Это как геббельсовская пропаганда. Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее кому-то поверить. Некоторым в Ереване хочется поверить, что Армения воевала не с Азербайджаном, но еще с кем-то, например, с Россией. Потому-то они и проиграли. И самое главное, такие заявления в Армении по отношению к России не расцениваются как экстремистские провокационные.